МОГИЛЁВСКИЙ КОММУНАЛИК Хорошо отражает происходящее на площадке Хотя, если бы это было нужно, полейский клуб мог и увеличить разницу в счете Видно, команда хорошо готова И каждая волейболистка, за редким исключением, сейчас показывает свою лучшую игру в сезоне Правда, болельщикам всегда хочется большего И даже в победных матчах они требуют не только результативный, но еще и яркий, зажигательный волейбол По окончанию, конечно, этого сезона двух кругов Игра у меня команды, хочу сказать, не впечатлила в том плане Что я не увидел у нашей команды огня в глазах Ну, а так сказать, второй круг уже покажет более конкретно, к чему мы все-таки придем На данный момент по чемпионату есть две команды Это Жемчужина, Полесье и Минчанка Немного другие команды уступают им по силе нравится Так что здесь, может быть, вариант, что девчата просто не могут настроиться, так сказать, на соперник, который слабее Среди зрителей были, как это происходит всегда, наставники отделения волейбола Мозорского НПЗ Жемчужная Полесье, которые всей душой переживают за успехи профессиональной команды И всячески стараются ей помогать Конечно же, хочется, чтобы они удержали свою планку Первое место, как и в прошлом году Я думаю, что они будут стараться и стремиться к этому Я думаю, что все данные, и игроки подготовлены, и команда есть, и команда В общем, как бы все способствует тому, чтобы команда была на первом месте Поэтому все зависит только от них Юлия Константиновна работает с волейболистками, можно сказать, дублирующего состава Жемчужной Полесье И в следующем сезоне эта команда, по всей вероятности, выступит в группе «Б» чемпионата Республики Беларусь Конечно, на следующий год планируется дивизион «Б», в котором будет состав, возможно, 99-й год, который заканчивает в этом году школу Девочки 2000 года, которые у нас сейчас в 9-м классе, и Петра Владимировича в 8-м классе Я думаю, конечно, практика очень такая нужная для девочек, в дальнейшем, чтобы они росли и переходили в команду высшей лиги Приятно было видеть воспитанницу с дюшер Жемчужной Полесье, чемпионку страны прошлого сезона Татьяну Сири Сегодня Таня – волейболистка столичной минчанки Но, как мы видим, одна из лучших мозорских волейболисток в истории этого вида спорта Не забывает родной город и команду, которая ее воспитала Сегодня я пришла посмотреть на Жемчужину Так получилось, что у нас выходная, я решила приехать домой, выдалась в свободное время, решила посмотреть Естественно, понравилось, посмотрела на девочек, интересно Ностальгия какая-то на меня накатила, поэтому всегда приятно возвращаться в родной зал В преддверии финала четырех все игроки команд, продолжающих бороться за медали чемпионата Прибывают в тревожном ожидании начала главных игр И, кстати, будет ли следить Татьяна за выступлением в Жемчужной Полесье, желает ли она успеха еще недавно своему клубу Прежде всего в четверках, это естественно, я буду болеть за минчанку А дальше хотелось бы, чтобы Жемчужина выступала хорошо, потому что родной клуб Я принимала какое-то участие в росте этого клуба На данный момент Жемчужина, я считаю, конкурентно способная команда, которая показывает неплохую игру Поэтому настраиваться мы будем серьезно на нее И, на самом деле, с нетерпением ждем этих четверок Матч с коммунальником стал последним матчем в сезоне для Жемчужной Полесье на родной площадке Как известно, по решению Белорусской Федерации волейбола к финальному этапу первенства Спорткомплекс Мозерсоль допущен не будет А жаль, ведь столько славных матчей здесь сыграно Да и особая болельщинская аура тут присутствует как нигде Я думаю, что мы справились на все 100%, так как нареканий от инспекторов матча не было ни одного Замечаний не было ни по влажности, ни по освещению Да, габариты не соответствуют, естественно, для проведения финала чемпионата Республики Белорусс Конечно, мы, как судьи и зрители города Мозерсоль, немножко обижены Придется сейчас все же работникам нефтеперерабатывающего завода транспортировать людей, везти нас в Жлобинь, скорее всего, это будет там Наши игроки уже смирились с тем, что свой финальный этап придется провести в Жлобине И, по большому счету, каждый тур финала четырех для нашего клуба пройдет в гостях Последняя игра у нас провелась дома с Могилевым, я считаю, она прошла хорошо, достаточно легко Несмотря на то, что выпал сегодня снежок, настроение прекрасное, солнышко светит Мы готовы с новыми силами играть в новом зале Приятно, что сезон «Наша жемчужная полесь» на родной площадке завершила успешно Теперь дело за малым – удачно провести финал четырех и продолжить победную серию 2016 года Матчи с надеждой не в счет Всегда немножко печально, когда чемпионат заканчивается, впереди четверки Игра, может быть, со стороны болельщиков была не очень интересна Но все равно, вроде как бы, эмоционально девчонки все равно выложились и шли к этой победе и победили А что касается четверок, да, немножко большой, конечно, период И вот, конечно, нужно очень мобильно подготовиться И тем более, это такой марафон, это впервые у нас год Как это сложится, посмотрим, все увидим в играх Главный тренер нашей команды доволен результатом Но вместе с тем он ищет резервы для усиления игры Ведь в финальных четверках будут совсем другие соперники, будет иной Более высококлассный волейбол Процесс рабочий, скажем так К сожалению, где-то, наверное, хотелось большего противодействия со стороны соперника в таких играх Но пока не получилось у них Мы тогда опять попробовали разные варианты А впереди марафон, марафон длительный Я девчатам сказал, что работы хватит всем Поэтому будем работать, будем готовиться Где-то подтверждать тот очковый багаж, который был сделан в предварительном этапе Финальный этап начинается только 8 апреля И до этого времени наша команда будет только тренироваться или сыграть с кем-то товарищеский матч Нет, спарринги найти сейчас очень сложно У всех тоже финальная часть чемпионатов идет Все команды в работе Поэтому найти кого-то с кем-то можно было сыграть Очень сложно Будем дома готовиться Я думаю, все клубы в такой ситуации окажутся У нас есть в резерве Мы отыграли сбор в Польше Неплохо поиграли Я думаю, что кое-что оттуда перенесется на четверг Завершить же рассказ об игре с коммунольником Мы бы хотели словами Полины Фатулаевой Которые отражают настроение и стремление, думаем, всей нашей командой Я всем довольна Я думаю, что два круга получились очень такие впечатляющие Вообще тоже и с собой довольна А так ждем только победы Впереди будем бороться Кроме нашей команды в финал четырех вышли Столичная мельчанка, победившая в Бресте юную команду Центра Олимпийского резерва Брестская прибужья локомотив со счетом 3-0 Выигравшая третий матч серии против Гомельской надежды И Барановичский Атлант Дома без особого труда Одолевший Гродненский Неман И завершивший, как этот матч, так и всю серию со счетом 3-0 Теперь команды чемпионата Республики Беларусь по волейболу Среди женщин делятся на три группы Наша та, где разыгрываются медали И в которую, кроме жемчужной полиции, входит Столичная мельчанка, Брестская прибужья локомотив И Барановичский Атлант Туры пройдут 8-10 апреля в Барановичах 15-17 апреля в Бресте 22-24 апреля наш тур в городе Жлобин И, наконец, 28-30 апреля в Минске Каждый раз наша команда начинает поединки Будет с прибужья локомотивом Во второй день жемчужные полиции встречаются Со столичной мельчанкой А завершать тур за Барановичским Атлантом Впрочем, о финальном туре у нас еще будет время поговорить Пока же Поздравим нашу команду с победой И успешным преодолением стадии 1-4 финала Ну а теперь, дорогие друзья, наше волейбольное обозрение С вами из города Брест Где на Олимпийских днях молодежи Наша жемчужная полесья в форме сборной Гомельской области Будет бороться, надеемся, за награды Республиканское перенесство среди девушек 2000 года рождения в этом году получилось Весьма высококлассным турниром Команда этой возрастной категории За малым исключением подготовлена хорошо И практически в каждом коллективе Есть свои звезды А сборная Брестской области Так и вовсе практически полностью из них состоит В наших спортивных новостях Мы уже рассказывали подробно О выступлении нашей команды на старте турнира Теперь же обо всех играх сборной Гомельской области Под флагом которой выступали воспитанницы отделения волейбола С Дюшоржем Чужнополис В первом матче, напомню, наши спортсменки Встречались со сборной Витебской области И первый поединок нашим девчонкам удался Не в полной мере, поражению Со счетом 1-3 и 0 в графе набранные очки По итогам стартового тура Проиграли 3-1 команде Которая, в принципе, на год, на два старше наших девочек Проиграли достойно Но наши девочки, естественно Я считаю, что могли сыграть лучше Побороться, в принципе, могли и выиграть Неплохо смотрелась в этой игре Екатерина Лисовская В целом справившаяся с ролью опытного лидера нашей команды Витебск это очень сильная команда Они собранные, девочки очень хорошие, добрые Но мы хотели выиграть Потому что для нас победа над городом Витебском Это тоже очень-очень здорово Так как это для нас больше опыта И хороший аттестат для нас Мы старались, но, увы, не получилось Витебчанке, кстати, показали себя хорошей командой Имеющей использовать свои козыри И способной удержать преимущества Мы очень серьезно к этому готовились И на это ушло 4 дня Все девчонки у нас спортивные и игровые Физические игры, конечно, важны Но все равно нужны и какие-то эмоции Поддержка Видно, что девочки самой северной области Беларуси Любят волейбол И, быть может, со временем Они составят команду и высшей лиги белорусского чемпиона Мне очень нравится эта игра Потому что это командный вид спорта Все дружненько, вместе Каждый друг за друга Я начала заниматься волейболом Потому что моя семья Все волейболисты До нашего матча уже завершился один поединок Которым сборной Минской области Со счетом 3-0 обыграла команду Могилевской области Конечно, мы готовились И, ну, хотим, конечно У меня есть какое-то призывание Шесть игровых дней Это непростое испытание для девчонок За исключением волейболистов сборной команды страны Которая там же в Бресте Начинала сборка сборочного раунда Европейского первенства И мы, воспользовавшись возможностью, побеседовали с одним из тренеров этой сборной Александром Ильичем Лимоничем Ну, во-первых, надо сказать, что этот возраст наш младше На два года Чем наши будут Значит, и в Сербии тоже И в Румынии, и в Греции По уровню подготовки Вот тут посмотришь Так, конечно, не очень фактурно смотрятся костюши Кверы Значит, вот, кажется, и Квязева Она, кажется, как бы маленькая Но по пониманию игры По пониманию игры Это, соответственно, уже основу волейболу Тут следует пояснить, что наша сборная выступает среди девочек возрастной группы не старше 1998 год рождения А костяк команды составляет брещанки 2000 года рождения И для продолжения борьбы в матчах с командами Сербии, Румынии и Греции Нашим спортсменкам нужно занять первое место Или второе Правда, тогда сборной Беларуси предстоит еще один отборочный раунд Добавим, что наряду с Александром Ильичем Эту команду тренирует Наталья Витальевна Миленю А кроме вышеупомянутых Мязевой и Костючев В числе лидеров этой сборной Можно назвать Юлию Минюки Выступающую за Уралочку Волейболистку 1998 года рождения Анну Климец Возвращаясь к республиканскому перенству Скажем, что и выиграла сборная Брестской области Причем уверенно На втором месте оказалась сборная Грудненской области А бронзовые медали завоевала команда Минска Которая лишь чуточку не дотянула до победы С обладательницами серебряных медалей в первый игровой день Ну конечно, наверное, вчера не хватило вот этой харизмы и характера Возможно сил, команда, возможно, чуть-чуть сильнее На прошлом турнире, в прошлом году на УДМ было то же самое Тоже проиграли Ну ничего, я думаю, в следующем году мы отыграемся с ними Но сегодня мы разозлились Еще и поражение Бреста вчера было И добили молодечно В команде Минска хорошие, перспективные волейболистки В частности, капитан Минска дружины Диана Карницкая Мне команда доверяет, слушается меня С самых первых дней моих волейбола Меня выбрали капитаном Потому что я как-то отделилась Ну я не знаю, было лучше, может быть, в чем-то Вот и все Отлично играла и центральная нападающая Ксения Лебедкина, волейболистка с большим будущим Вообще я занимаюсь уже где-то пятый год Идет, ну, дальше в какую команду не знаю Ну, в какую попаду Отметим и главного тренера сборной Минска Инну Олеговну Реут Которая хорошо вела игру И, кстати, в третий день турнира Минчанки обыграли нашу команду Со счетом 3-0 Но до этого сборная Гомельской области Одержала свою единственную И поэтому такую важную победу На сборной Могилевской области 3-0 И особенно приятно, что это было сделано На глазах родных болельщиков Которые приехали из Мозыри И внесли свою лепту в успех Желчужной болезни Конечно же, то, что мои мамы и папы здесь Для меня это только лучше Они придают мне более уверенности И мне очень нравится, что они рядом Один из кузырей нашей команды Хороший коллектив В котором каждый заботится обо всех И все заботятся о каждом У нас, конечно, есть коллектив Есть какие-то, может, недоработки Иногда мы можем даже поругаться Но это быстро приходит в норму Мы понимаем друг друга И стараемся поддерживать Даша вместе с Викторией Тычининой Составляют замечательный дуэт Центральных нападающих Весьма оригинального амплуа Где от игрока требуется умение Как хорошо атаковать Так и надежно оборонять Моя амплуа – это центральный блокирующий В основном А в нападении мне нравится играть Гораздо больше Потому что мне кажется Это интереснее Это лучше выглядит Ставить блок в игре, конечно же, тоже важно Я очень стараюсь Вылаживаться на полную Показательно, что в Брис приехал Директор из Дюшор Музорского НПЗ «Жемчужная полисия» Владимир Иванович Хамутовский И он, с одной стороны, поддержал свою команду С другой, получил богатую пищу для размышлений Всегда выезжая на соревнования такого уровня Для меня очень важно Проанализировать состав подбора Игроков сборной команды Как тренировки себя ведут Как строят игру В плане тактики Как общаются с детьми Как вообще Девочки себя ведут И на разминке Время игры Поэтому мне очень все это важно И я это сравниваю Как это у нас происходит Для того, чтобы двигаться вперед Поэтому все эти поездки Они очень дают большой толчок По приезду В плане нашей дальнейшей работы Повышение качества Поэтому все очень хорошо Ну что же, шестое занятое место Это шаг вперед По сравнению с прошлым розыгрышем Но все же еще нужно много работать Для более успешного выступления Ведь основа сборной Губинской области Волейболистки 2002 года рождения Они могут стать фундаментом И сборной Белоруссии В этой возрастной категории Пока 4 спортсменки Попали на заметку Наставнику этой команды Уже знакомые нам И не Олегом, не Арио Однако до международных стартов Есть время И почему бы еще парочке жемчужинок Не стать членами этой сборной Также надеемся на приглашение В главную команду страны Этой возрастной категории Нашего тренера Петра Владимировича Пархимчика В общем горизонты Открываются безграничные Однако нужно постоянно Совершенствоваться и соответствовать Высокому уровню Который предъявляет волейбол Даже на этом Относительно раннем этапе И на сегодня это все Дорогие друзья С вами было волейбольное обозрение Евгений Монорохович И Вячеслав Пересыпкин До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова